Жалоб у собачки практически нет, чуть-чуть кашляет на фоне активности. Это тойтерьер, 11-летний. Рентгеноконтрастность грудной клетки нормальная. Мы видим отдельные структуры, трахея, сердце, легкие, признаков жидкости, лишнего газа, ничего такого не видим. Скелет грудной клетки, грудной позвонки, сегменты грудины. Скелет в норме, ребрышки нормальные, диафрагмы нормальные у собачки, все, видим. Купол просто собачка у нас немножко криво лежит, поэтому вот так вот чуть-чуть искривление контура. Силуэт сердца. Собственно говоря, сразу видим отклонение, кто мне скажет. Трахея приподнята в области основания сердца. А что ее приподнимает? Увеличение левых отделов. Здесь располагается левое предсердие. Оно приподнимает главные бронхи, разделяет их и приподнимает. И получается хвост ласточки. Вот это вот, это собственно и есть левое предсердие. По контрастности оно выглядит немножко светлее, чем сам силуэт сердца. Потому что оно располагается между полями легких, между краниальной и между каудальными долями, правой и левой. На прямом снимке левое предсердие располагается вот здесь вот, между главными бронхами. И оно раздвигает их, получаются ноги ковбоя. Вот правый каудальный бронх и левый каудальный бронх. Между ними вот это вот увеличенное левое предсердие. Здесь идет бронхокраниальные доли. Выше идет артерия, а ниже вена. У нас есть такая запоминалка, как распознать, какой сосуд где. Вены располагаются вентрально и центрально. То есть вентрально. Вот здесь идет вена, и она явно шире, чем артерия. Собственно, для этого я этот снимочек и показываю. Здесь очень хорошо видно. Вот здесь на уровне девятого ребра мы обычно оцениваем. Вот силуэт сердца. Мы его померили, и у нас получилось 11,5 грудных позвонков. И это увеличение. И вот здесь вот хорошо видно бронх. Меряем на уровне девятого ребра. Вот это вот ширина артерии, вот это ширина вены. То есть у нее есть усиление сосудистого рисунка. Здесь тоже у меня, где мы куда-то пропали меточки. Вот идет бронх. Выше артерия, ниже вена. Вены шире, чем артерии. По заключению кардиолога, у собачки увеличение левого предсердия. Нет практически увеличения правых отделов. Они на верхней границе нормы пока. То есть увеличение у нее просто идет за счет левых отделов. То есть левого предсердия, левого желудочка. Вот здесь левый желудочек. Вот здесь левое предсердие. У нее есть энтокардиоз. И вернемся посмотреть еще, что у нас с остальными. Что мы с трахеей видим по поводу трахеи в шейной части. Переход в грудную часть. Да, есть коллапс трахеи. Коллапс трахеи у нас приблизительно на 60%. Я бы сказала, 75% еще не дотягивает. Но я немножко больше 50%. Да, у собачки есть коллапс трахеи. Поля легких. Поля легких. Вот если присмотреться. Сейчас мы немножко увеличим. Вот здесь хорошо видно, как уходит расширенная вена. То есть у собачки сосудистый рисунок выражен. Сами бронхи, несмотря на 11 лет, у нее нет такой минерализации, как у предыдущей собачки. Сами бронхи имеют тонкие стеночки. Практически их не видно. Сужаются к периферии. А вот здесь сосудистый рисунок как раз усилен. Пищевод. Вот здесь проходит пищевод. И вот здесь он проходит на трахеи. Вот здесь небольшая полосочка газа. Это может быть небольшое количество газа в пищеводе. У собачек это норма. Вот здесь у нас печень. Нормально расположена. Вот это вот у нас силуэты почек накладываются друг на друга. Уж поскольку мы видим снимочек не только грудной полости. Да, заодно посмотрим на все остальное. Селезеночка. Здесь вот у нас расположен желудок. В этой части рядом с печенью. Это кишечник с газом. Да, есть немножко газ в кишечнике. Причем это ободочная кишка. Это совершенно нормальная картина. Вот здесь вот в тонком кишечнике газа почти нет. Кардомегалия преимущественно за счет левых отделов. Силуэт сердца 11,5 грудных позвонков. Обухание в области левого предсердия. Аорта не расширена. Коутальные половины не расширены. Расширены легочные сосуды. И умеренный коллапс трахеи. Лимфатический узел стернальный вот здесь вот может располагаться. Вот здесь вот трахеобронхиальные лимфозлы могут располагаться. Они приподнимают трахею вот здесь. Или опускают ее вот в этой области. Ничего такого мы не видим у этой собачки. Вот здесь вот еще интересный момент. Скорее всего здесь снимок попал в систолу. Вот такая вот шеечка получилась. Талия у сердца. Когда сердце расширено, оно бывает по-разному выглядит в систолу и в диастолу. Но это чисто случайно. Потому что предугадать, конечно, с нашим рентгеном это невозможно.